Всем привет, с вами Даналия и сегодня я в Варкрафт. Впервые я делаю такой обзор на Варкрафте за своего давнего любимого персонажа в Ордене Гуришу, или как меня называет один чел, Груша, что тоже очень весело. На днях я закончила прогачивать репутацию с Оракууми и конечно же приобрела започтение яйцо, из которого с кое-какими процентами выпадает один из четырех маунтов или какой-то питомец. Если вы не знаете, то я скажу. Три маунта это ящера, разные расцветки, выглядящие очень даже привлекательно. Сейчас я вам их покажу. Один из этих красавцев это зеленый древний ящер, красный древний ящер и черный древний ящер. Это самые частые маунты, выпадающие из этого предмета. Также с очень малым процентом может выпасть очень редкий зеленый протодракон. Много кто хочет получить этого красавца, но достигается он путел долгую высижнюю этого треснутого яйца. Как вы знаете, яйцо это трескается раз в три дня. Вы покупаете, в три дня можете подождать каким-то образом, и у вас будет треснутое яйцо, из которого может выпасть этот красавец. Три дня назад я приобрела это яйцо, и сегодня у меня должен быть уже сюрприз. Треснутое яйцо, из него вот-вот кто-то вылупится. Ну что ж, надо что-то освободить. А, роскошный мех из Бараписи от него. Еще вчера я, выполняя задание, получила свою камеру селфи. Я была очень рада. Единственное, мне придется еще кучу заданий в гарнизоне выполнить, чтобы получить камеру селфи версии 2, чтобы добавить ее в игрушки, и чтобы она не занимала место в моем рюкзаке. Ну и так, давайте посмотрим. Мне сегодня сказали, сказала Флэки, что будет очень весело, если ты вот ждала это три дня, это, конечно, не так много, и у тебя выпадет какой-то хлам, что тоже, кстати, возможно. Давайте посмотрим. Скворчонок. Скворчонок. Ну, это не хлам. Это пэт. Скворчонок. Скворчонок. Давайте мы на него посмотрим, а то я уже не помню, как он выглядит. Скворчонок. Мне всегда радовало сочетание названия питомца и его внешность. Давайте мы его прозовем. Скворчонок. Почему Скворчонок похож на какого-то орла? Ну, хотя это Близзард, чё там, может быть, перевод неправильный. Ну, вообще, вот, в русской версии Варкрафта официально это Скворчонок. Это Скворчонок, который может поедать мясистое блюдо. Ну, как видите, мне чё-то не очень так повезло. Хотя, мало... Хотя пэт прикольный. Очень прикольный. Такой для охотника, я бы сказала. Ну, хотя, если я сяду на своего родного жреца. Ну, чё так? Ну, прикольно. Ещё если облик человека. Так вообще классно. Скачешь так постепенно, за тобой эта птичка летает. Давай. Птичка, догоняй. Ну, чё так? Нормально. Ну, а сейчас мне придётся заглянуть к оракулам для покупки следующего яйца. Встретимся там. Знаете, на днях я заработала ещё репутацию с сыновьями Ходера. Ходера, я не помню. И за почтение у них. Благо, у меня было сто с чем-то реликвий ульдора. Поэтому репутацию я быстро с ними прокачала. И я купила себе за почтение у них ледяного мамонта. Вот этого большого белоснежного красавца. Правда, ещё с корчонок на задницу нулами. Вот такой большой, рогатый, с бивнями, точнее, весь в шипах каких-то. На самом деле, самое смешное, что это мой первый мамонт, если я не ошибаюсь. Да, точно. Это мой первый мамонт. И стоит он тысячу голды. Но, учитывая мою репутацию с сыновьями и гильдийский бонус, для меня он стоил 840 золотых всего лишь. Большой ледяной мамонт. Требуется прокачать у них произнесение и покупать, так, здесь или здесь тысяч, то там было написано за 8400 голдов. Из-за сильных ветров и ловин, сына Ходера не советует путешествовать по грозовой граде в одиночку. Насколько я понимаю, он способен возить на себе троих. Значит, самого хозяина и двух его друзей, скажем так. Ну, чё, в принципе, точно такой же, как мой, только седло более расширено, как бы. Для лишних людей. Большой чёрный мамонт. Большой чёрный боевой мамонт, извиняюсь. Добыча с босса. Ну, чё. Когда-то эти мамонты перевозили тяжё бронированных гигантов, поэтому они без труда везут себе несколько наездников размером поменьше. Тоже хорошо, только чёрный. Тундровый мамонт путешественника. То же самое, только уже, как бы, такой бежевый окрас всего лишь-то. Всего лишь-то в чём разница. Бежевый окрас у мамонта. Ну, и написано по нему, что-то другое. Здесь написано, он стоит 20 тысяч. Я не помню, сколько он стоит у меня со всеми бонусами. Гляди. Ну, поменьше точно. 20 тысяч, что ли, тысяч. Чёрный боевой мамонт. Его можно отнести к коллекции пвп-шных маунтов. Он стоит столько же 2000 очков, как и любой чёрный боевой ездовой маунт. Чё, красивый. Он, в принципе, вот такой же, как белый, только чёрный. Не может себе никого перевозить. И шерстистый маунт. А, вот он. Вот он, как раз стоит 10 тысяч у Мэй Франкинс. Франкинс. То есть, получается, что тут бежевый, чёрный и белый простой маунт, который не может на себе возить больше одного человека. И бежевый, чёрный и белый, которые могут себе перевозить больше одного человека. То есть, это тоже самая тема, что с грифонами. Чё, круто. Ну, а тем временем мы направляемся в Низвенуший Лазар. Вот я и у Оракулов, дорогие друзья. И что мне теперь делать? А пришла я сюда только ради вот этого чела. Вот этого маленького Оракула. Ну, ладно, не маленького, но, блин, Оракулы такие всё-таки странные. Но при этом не менее милые и прикольные, чем Мурлоки. Его зовут Джион. Он интендант Оракулов. Вот у него за почтением мы можем приобрести такие товары, как секретные варива Оракулов, эскиз живой и тёмный нефрит, повязка из мерцающей чешуи, хорошо прожаренный угорь, эскиз смутного лесного изумруда, Оракульский талисман омовения, ну и то, ради чего все качают с ними рэпу, таинственное яйцо. Мне выпал скворчонок, значит, первое моё яйцо в жизни уже стрескалось. Теперь я беру второе яйцо и посмотрим, что из этого выйдет. Через три дня оно вылупится, и из него может выпасть тот же скворчонок или один из четырёх маунтов, что будет очень-очень классно. Если честно, продолжать репутацию, качать репутацию с Оракулами я не вижу никакого смысла, потому что, ну, в принципе, мне тут уже ничего не надо. Эскизы я могу, как только прокачаю ювелирку до 350-390 уровня, я смогу просто прилететь сюда и купить. Хотя пока что я чё-то этим совсем не занимаюсь ювелиркой, хотя, по идее, я ювелир, горное дело, всё такое, ну, чё-то вообще забросил всё. Вот, такие вот дела через три дня. Посмотрим, что будет. А так, всем удачи! Пусть вам вы качаете репутацию с Оракулами, покупаете это яйцо, и вам с первого раза будет везти больше, чем мне. Всем пока! С вами была Даналия.